Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Анапчане задавали вопросы напрямую главе курорта. С праздником, железнодорожники. Школы готовятся к новому учебному году. И сейчас обо всём подробнее. Прямая линия с главой в редакции газеты «Всё для вас» и «Ваша газета» проходит уже не первый раз. На вопросы жители города отвечали студии и руководители различных служб. Газовики, энергетики, архитекторы, заместители главы. Все они посредством такого общения делали своеобразные социальные средства наиболее актуальных проблем для анапчан. Лето обозначило круг вопросов, особенно значимых на сегодняшний день. Здравствуйте. Добрый вечер. Это говорит председатель совета дома. Моя фамилия Ерминова Людмила Павловна, Шевченко 239. У меня очень большая просьба. На моей территории находится детская площадка. От 5 метров пивнушка. Детей у меня на площадке очень много. Вот, ну, папочки берут, стаканчиками. Дети гуляют на этой детской площадке. Мы замучились. 5 метров от детской площадки. Сергей Павлович, ещё один такой вопрос. Мы живём в ФМС. Мы поставили забор. Нет ни туалета, нет лавочка. Они спят на наших лавочках. Мы боимся уже детей выпускать. Нет у них и какие-то там очереди. Отмечаются ночью. Шум, газ, гам. Это, смысл, я не знаю, что хоть лавочки поставить бы им. У нас руководитель ФМС сейчас идёт в депутаты. Вот вы ему придите и скажите, ты хочешь быть депутатом? Так, хорошо. Ты же пошёл в депутаты, да. Хочешь быть депутатом? Да. Поставь вот здесь лавочки и разбей здесь. Хорошо. Сделай первое что-нибудь для города. Да, я слушаю. Хочу пожаловаться, что по улице Мелькова нет ни одной остановки оборудованной для автобуса. Вот, у меня уже 76 лет. Мужу 82 года. Вот в другой раз отправимся поехали в город. Мы не можем стоять под таким палящим солнцем. Под дождём не только мы. Здесь пенсионный фонд вот рядом у нас. Остановка, вы знаете. Приезжают мамы с дичьми, старики с палочками на костылях. И стоят все стоя, почему нет оборудованной остановки. Вот вопрос странный. Сделаем, я вам обещаю. Вы обещаете, сразу могут. Анатолий Тимофеевич Таран с улицы Чистой, 37, позвонил, чтобы рассказать об отсутствии света в его новом доме. И влюблические включаем, ни холодильники, ни телевизоры. И когда это кончится, не знаем. Помогите, пожалуйста. Анатолий Тимофеевич, я, конечно же, буду помогать, но вы должны знать мою позицию. К самостроям у меня самое негативное отношение. Самое, что ни на есть, понимаете? Да. Кто-то заработал, я вам перечисляю. Объездная 9, депутат Блоха, есть такой. Понял, понял. Белорусский 8, блок домов и частных домовладений. Господин Антипин, жульё, самое настоящее, понимаете? У одних нет сегодня ни лифта на объездной 9. У других и у вас та же проблема. Конечно, я вам буду помогать, но учить-то их негодяев надо каким-то образом, понимаете? Самострой Антипина на Калинино-Терской продолжил эту тему. Ольга Петровна из Хабаровска очень уговаривала главу города закрыть глаза на незаконность постройки, ссылаясь на то, что, по словам Антипина, скоро будет экспертиза по качеству стройки. Ну, вы бы действительно на этот дом бы, ну, закрыли бы глаза. Если будет государственная экспертиза. Государственной экспертизы там не будет. А частная экспертиза в Новороссийске – это тоже рога и копыта. Я буду против. Вот я вам сразу заявляю, понимаете? Примет суд решение. Потому что… Вы телевизор смотрите? Да, конечно. Вот я завтра должен был быть, я вам откровенно скажу, почему не поехал, должен был быть в Кремлёвском дворце съезда. У меня лежит приглашение. 15-й ряд, не помню, какое место. Знаете, что там будет? Там будет торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине образования воздушно-десантных войск. А не поеду я только потому, что три недели назад у них упала казарма. Вы видели? Я это знаю. И погибло больше 20 молодых пацанов, которым ещё жить и жить. Какой может быть сегодня праздник? И вот я вам сегодня пообещал, что я закрою глаза на этот дом, а если завтра один из подъездов рухнет, как я жить-то дальше буду? Я вам заявляю, он мошенник. И я ему об этом два года назад на приёме граждан сказал в кабинете, и камера это записала. Он записался ко мне на приём именно по этому дому. Я ему сказал, ты мошенник, ты должен сидеть в тюрьме. У людей деньги не бери, не обманывай людей. Были на прямой телефонной линии не только требования, но и благодарности. Выпишите, пожалуйста, наше обращение к мэру. Это мэр вообще-то, я сам слушаю. Уважаемый Сергей Павлович, обращается к вам жительница Анапы Рябова Ирина Григорьевна, 82 года. Пользуясь возможностью обратиться к вам через телевидение, сама лично не смогу по состоянию здоровья, разрешите выразить вам большую благодарность от себя лично и от жильцов нашего дома. Валерий Монтов, 121. И 70 человек жильцов, которые подписались к вам в обращении ещё почти полтора года назад, убрать строящийся самострой. Ой, всё выполнили, всё убрали. Большое вам спасибо. В редакции газеты «Всё для вас» ждут предложений, кого пригласить на следующий телефонный разговор, который состоится через месяц. Земельный участок на улице Астраханская от всех незаконных конструкций пока не освободили. Расчистить его от руин не даёт арендатор. Наконец-то глухого забора, фундамента и железных каркасов торговых павильонов больше нет. Всё снесено. О незаконной стройке напоминает груда камней в перемешку с арматурой, шлангами и прочим строительным материалом. Вывести руины не дала полиция. Участкового вызвал арендатор участка. Видимо, надеясь ещё восстановить всё. И фонтан, а может и торговлю. Судебные разбирательства продолжаются. Городские власти подали иск о расторжении договора аренды, заключённого ещё в 2003 году. Остаётся вопрос, кто уберёт эту груду камней, если городским службам не дают это сделать. Торчащие из земли штыри, разбитый бетон, проволока – это реальная угроза жизни и здоровью людей. В селе Витязево состояло заседание Совета общественности. Специалисты управления муниципального контроля участвовали в собрании. Важную совместную встречу отметили как представители власти, так и общественники. Координаторы, домкомы, представители территориальных органов самоуправления вносят огромный вклад в благоустройство села. Но перед общественниками встаёт ряд проблем, решить которые они не могут без участия администрации. С муниципальным контролем мы постоянно взаимодействуем. И это взаимодействие и работа даёт положительные результаты. Мы к ним обращаемся по вопросам, которые нас интересуют. Они сами советуются по тем проблемам, которые в селе возникают. Высокий сезон в курортном посёлке несанкционированная торговля – одна из самых острых проблем. Общественники помогают муниципальному контролю, информируют специалистов о нарушении правил торговли и благоустройства. Мы за всем не уследим, так как лето, торговля идёт с несанкционированной торговлей, боремся, и очень много витязевим. Поэтому помогайте, задавайте вопросы, вместе рассмотрим, выедем. Важную роль совместных собраний отметили представители власти и общественники. На многие вопросы жители незамедлительно получили ответы. 2 августа в стране отметят свой профессиональный праздник работники железной дороги. Железнодорожный вокзал в Анапе никогда не пустует, а в летний период здесь яблоку негде упасть. Огромный поток пассажиров устремляется на отдых, и Анапский вокзал с готовностью встречает всех гостей отличным сервисом. С чемоданами, сумками, авоськами из дверей железнодорожного вокзала выходят ещё бледные туристы, только приехавшие на отдых. А заходят загорелые, спешащие домой, к своим делам, везущие новые впечатления, полученные на курорте. Летом вокзал кипит. Вокзал работает круглосудочно и круглогодично. Летом, естественно, намного тяжелее. В чем тяжелее, что увеличится количество поездов, количество пассажиров. Вот, допустим, если зимой в среднем, так сказать, арифметически полтора-два поезда в сутки, а сегодня 40 поездов в сутки прибывают. Это большая разница. В каждом поезде 650 человек. Большой плюс – это единый билет в Крымский федеральный округ. Потому что через Анапу граждане нашей страны едут в Крым на округ. Очень много детей, детских групп. За июль месяц 52 тысячи детей прошло. Анапский железнодорожный вокзал оборудовал подъемниками для инвалидов-колясочников и защитил статус безбарьерного. Оборудован зал ожидания и зона отдыха с повышенной комфортностью. С кондиционером, питьевой водой и телевизором. В здании вокзала есть уникальное место – зимний сад. Банановые деревья и экзотические цветы радуют глаз и успокаивают после долгого путешествия. Я не первый раз в Анапе и всегда очень внимательное отношение всех сотрудников. Любой вопрос, который хочешь спросить, всегда ответит, подскажет, куда выйти, куда зайти, на какой поезд. Все это очень прилично. В зале ожидания вот здесь прохладно сидишь, можно немножко расслабиться. Еще одна особая услуга – возможность бесплатно передать близким видео-весточку с помощью СМС или электронной почты. Электронный киоск покажет расписание движения поездов. На высоком уровне – безопасность. В здании дежурит наряд транспортной полиции вместе с казаками. Главный принцип работы Анапского вокзала – внимание к людям. Такую политику в своем коллективе привил начальник вокзала Сергей Бродецкий, который 35 лет своей жизни посвятил работе на железной дороге. И оба сына пошли по его стопам. Нравится работа? Уже не могу без нее. В кабине локомотива или в свое время работал поездным диспетчером, дежурным по станции за пульт. Принимаешь, отправляешь поезда, разводишь движение. У меня был участок 250 километров. Одновременно едет 25-30 поездов. Какой поезд, куда? Не знаю. Каждый день, каждый день новая смена, каждый день что-то новое, новые люди. В сутки через здание вокзала проходит более 25 тысяч пассажиров. И наши железнодорожники днем и ночью трудятся, чтобы создать для них комфортное пребывание на курорте с самой платформы вокзала. Мы поздравляем всех работников железной дороги с профессиональным праздником. Желаем только приятных пассажиров. На начало нового учебного года остается ровно месяц. Пока школьники наслаждаются летом, солнцем и каникулами, в школьных зданиях кипит работа. Идет ремонт и ведутся подготовительные работы. Если в учебном году школа пахнет знаниями, то летом в здании витает запах краски. В средней школе номер 4 ремонт начали с главного – столовой. Пищеблоки выполнили капитальный ремонт стен, заменили плитку и полы. Переподключили оборудование. За два летних месяца переоборудовали туалетную комнату для маломобильных групп населения. А также лестничные пролеты. Сделали специальные перила, построили лифт для инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда». В новом учебном году безопасность здания будет контролировать новая система «Стрелец-мониторинг». Ведутся заключительные работы по отладке оборудования. У нас ремонт. Он начался еще с конца мая. Но в связи с тем, что школа являлась пунктом приема единого государственного экзамена, поэтому мы проводить ежедневно не могли. Но, тем не менее, когда было свободное время, по субботам, воскресеньям люди работали. Сделали, я считаю, очень большую работу в столовой на почти полмиллиона рублей. Были полностью заменены ремонт стен в цехах, дверей. Поэтому я считаю, что сейчас столовая у нас уже полностью к приему учащихся в новом учебном году готова и будет работать так, как ей положено работать. Ремонтные работы продолжаются. Красят, белят, ремонтируют напольное покрытие в учебных классах, делают косметический ремонт. К середине августа все работы завершатся. 1 сентября школа встретит ребят посвежевшей и похорошевшей. Хорошо бы и ребята бережно относились к проделанному труду. Завершит выпуск прогноз погоды и партнер прогноза погоды салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Субботу 1 августа в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31 градус. Ночью до 28 градусов тепла. Ветер северный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. В воскресенье 2 августа в Анапе ясно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 24-29 градусов со знаком «плюс». Ночью до 27 градусов тепла. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость с песчаным пляжем – вот главное достоинство «Кавказа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.